В Свердловской области организованы поиски 14-летнего школьника, без вести пропавшего во время купания в реке. Как сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, юный житель поселка Арти Данил Константинов около полудня накануне отправился на велосипеде с друзьями на реку Уфу в районе деревни Мароканово. Около двух часов дня товарищи Данила заметили его отсутствие, при этом велосипед, футболка и спортивные штаны подростка остались на берегу. В 17.35 мать мальчика заявила о пропаже в полицию. В тот же вечер на поиски Данила были откомандированы 36 сотрудников полиции и кинолог со служебной собакой. К ним присоединились волонтеры из числа местных жителей, а также поискового отряда «Лиза Алерт». В спасательной операции были задействованы три лодки, однако, как отмечают участники поисков, работа осложняется быстрым течением и плохой видимостью воды, не превышающей полуметра. Помимо реки обследуются леса вдоль береговой линии, запрошена помощь водолазов. Напомним, накануне в другом Свердловском водоеме, озере Болтым, было найдено тело 9-летнего мальчика, жителя Израиля, отдыхавшего с родителями на частном пляже «Огонь». Сегодня сотрудники Следственного комитета заявили, что по факту гибели этого ребенка ими было возбуждено уголовное дело, пока бесфигурантное. Но судя по статье 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть человека», обвинение может быть предъявлено владельцам этого пляжа. Формально, хоть и запрещавшим своим посетителям купаться в озере, но никак не контролировавшим нарушение этого запрета. А между тем выясняется, что официально массовое купание этим летом не разрешено ни на одном водоеме Свердловской области. Контролирует этот процесс и выдает разрешение на открытие пляжей два ведомства – Роспотребнадзор, следящий за качеством воды, и МЧС в лице сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, следящих за соблюдением мер безопасности и оборудованностью пляжей. Ранее МЧС давала разрешение на работу всего одного пляжа – Новоуральского городского на берегу Верхневенского пруда. А Роспотребнадзор одобрил для купания озеро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шортаж в Екатеринбурге. Однако сегодня санврачи отозвали оба свои разрешения. Шортаж по причине мутности воды, Щучье по причине нерегулярности проводимых там замеров. И теперь формально правоохранители имеют право привлекать к административной ответственности любого находящегося в воде человека. То есть это вот места, где располагаются непосредственно знаки, запрещающие купание. Тем не менее, люди ими пренебрегают и, соответственно, имеют неблагоприятные последствия. Полиция привлекается для составления материалов с целью составления вот этих передач материалов на административную комиссию в администрацию и наложение штрафа при виновном действии людей. Штраф предусмотрен законодательством до 5000 рублей. Штраф от 1 до 5000 рублей действительно предусмотрен административным кодексом Свердловской области за нарушение правил использования водных объектов для личных нужд. Но в случае купания в опасных местах все же есть в нем своя статья. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. И по ней штраф значительно меньше – от 100 до 500 рублей. Но, как показал вчерашний рейд на Верхесецком пруду, людей не пугают ни штрафы, ни предупреждения сотрудников МЧС и полиции. И они спасаются при 33-градусной жаре в любом водоеме, не обращая внимания на запрещающие таблички.